Здравствуйте, мастер Са, расскажите нам про радость, что это такое для вас? Вот все говорят, нужно радоваться, улыбаться, а что мне делать, если я просыпаюсь, а я людей ненавижу? Если человек ненавидит людей, это значит, что он не любит себя. То есть в первую очередь нужно обратить внимание на себя. Что-то не хватает, то есть, например, ногти сильно накрасила, а вы уже себя ненавидите. Самая большая проблема в том, что человек не делает то, что понимает, что приносит ему радость в жизни. Ему нужно делать вещи, которые ему приносят радость. Если дальше понимаешь, что такое радость, он начинает улыбаться, он становится счастливым, но он это не делает. А почему он не делает? А он это не делает, потому что он думает, а что подумают другие. Зачем-то он думает, что скажет мама, что скажет на улице, что ставит подруга. Это вообще об этом думать не нужно. Смысл в том, чтобы получить радость внутри себя, зажечь огонь. Потому что радость дает тепло внутри. И, соответственно, здоровье. То есть одна из основных проблем с здоровьем, я перепрыгиваю, это холод внутри себя. Ну, есть по нему такое холод внутри тебя. Что делают люди чаще всего? Они идут на дюк, загорают, греются, получают радость. Но можно получить радость, используя какие-то маленькие секреты, которые человек знает только о том. Например, женщина накрасила ногти, или там за участку у него же радость. Или там мужчина, например, купил сотовый телефон, и у него там вот эта игра загрузилась, и все друзья смотрели, и у него же радость. Он только не знает, что ему нужно для радости. И почему люди это не делают? Они, первое, думают о том, что другие будут думать. Второе, они боятся, у них страх. Страх делать это, потому что, типа, это на что-то повлияет. И он начинает себе искать глюки в своем мозге. На что это повлияет? Ну, вот у меня там вдруг неожиданно денег станет меньше, или я там друзей потеряю, или у меня с работы будут проблемы. И он начинает придумывать. Не надо этого ничего придумать. Делайте себе радость каждый день. Вы понимаете, что вам нужно для того, чтобы вы были счастливыми. Вы это сделаете. Вы будете улыбаться. Вы выйдете на улицу и начнете улыбаться другим. Будет отклик. Люди начнут улыбаться вам, и вы начнете любить людей. То есть, такая формула. Нужно себя открыть. Нужно как будто бы выйти из дверей, из закрытой комнаты на улицу, и посмотреть на солнце, улыбнуться и сказать здравствуй, мир. В каждой стране, в каждом городе какая-то своя микрообстановка. И такое впечатление, что какой-то город, например, накрыт каким-то таким куполом, а этот, а вот таким куполом. Вот здесь все такие унылые, здесь все такие радостные. И приезжаешь, например, в Италию, там все начинают улыбаться, там тебе махать рукой. В Вьетнаме я бываю часто. Там люди тоже все улыбаются, счастливые подходят, тебе здороваются. Тебя первый раз в жизни видят. Были такие ситуации, когда вообще человека первый раз в жизни видишь. Он говорит, слушай, ты русский, русский, пошли я тебя угощу в ресторан. Ничего себе. Но просто уникально. Такая открытость. И человек получил радость. Ему было приятно сделать, мне приятно. Мне было приятно. Мы радовались, все было хорошо. Мы поговорили просто, ни о чем называется, поговорили. О том, как у него семья, у него все хорошо, у меня семья, у него все хорошо. Но все ушли с хорошим настроением. Я до сих пор это вспоминаю. Сейчас передаю это состояние вам. И этого этого стоило. Та ситуация, которая произошла, она изменила, может быть, во мне и в других людях, какие-то вещи, которые не поменялись. Это был результат радости. Поэтому радость это одно из основных качеств, которые необходимо иметь человеку для того, чтобы приобрести счастье. Когда у человека есть счастье, у него есть удача. А когда есть удача, у него есть здоровье. А здоровье для долголетия. Это такой даотский принцип внутри школы Хонгер. Я хочу вам передать радость, чтобы вы всегда улыбались, радовались жизни. И если кто-то вас в какой-то момент хочет чем-то загрузить, или он хочет вам выразить какое-то свое недовольство, или еще что-то, улыбайтесь. Улыбайтесь, пожелайте всего хорошего, поблагодарите за то, что вам передали. Относитесь к этому философски. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал.